Девчонки, всем привет! Я очень рада вас видеть на своем канале. Сегодня продолжается цикл видео о такой вот мамочкиной теме. И сегодня поговорим о родах. В общем, приготовьтесь, видео, скорее всего, будет длинным и таким эмоциональным. В общем-то, я забыла вам сказать, что очень понравилась мне за время моей беременности вот такая вот книжка. Она вам пригодится для подготовки к родам. Очень простая, но очень длинная, скажем так, книжка. Тут вы не увидите какого-то развития ребенка по неделям и какое-то детальное описание процесса родов. Но тут очень-очень полезные советы от мамы, от многодетной мамы, в общем, скажем так. Я не знаю, честно говоря, автора. Называется «52 легких способа получить от беременности удовольствие». Эту книжечку мне дала почитать сестра. Автор Хагенс Купер. Хагенс Купер, в общем, тут вы увидите, да. В общем, советую. Я по этой книжечке, в принципе, тоже готовилась, скажем так. Но я читала много, если честно, информации за время своей беременности. Я изучила много-много всего и книг, и каких-то советов в интернете. Единственное, я не смотрела никаких видео, касаемых родов. И вам я не советую этого делать. Это лишняя нагрузка для вашей психики. И никакой пользы в ней абсолютно нет. А в общем, да. Подготовка к родам начинается, конечно же, да, психологически, в первую очередь, в вашей голове. То есть вы должны как бы осознавать, что ваш организм медленно, но верно готовится к этому процессу. Далее, конечно же, я уже говорила, спорт. То есть специальная гимнастика для беременных обязательно нужна вам, чтобы вам было легче родить. Если вы до беременности занимались спортом, конечно же, вам будет еще легче. Потому что ваше тело, ваши мышцы уже, в принципе, готовы к нагрузкам. Но если вы, как и я, особо спортом не занимались, я просто делала каждый день, не линясь, какие-то упражнения специальные. В основном, в основном на растяжку, на растяжку ваших мышц, на какие-то упражнения для спины, для поясницы и так далее. Потому что все это очень-очень важно, поверьте мне. Также между нами девочками, надеюсь, мужчины нас не смотрят, тренируйте ваши интимные мышцы, девочки, по упражнениям Кегеля. Есть, очень детально описываются эти упражнения, несложно их делать, делайте, девочки, каждый день. Можно с первого дня о том, когда вы узнали, что вы беременны, потому что это тоже очень-очень важно. Это тоже мышцы, и они тоже растягиваются, и все-таки тоже хочется, чтобы они вернулись в былую форму после родов. Вот. В общем, готовимся спортивно, скажем так, да, к родам. Мои роды мне поставили предварительную дату на 13 ноября. И, в общем-то, как сказать, я каких-то предвестников родов к этому сроку не чувствовала. Единственное, 13 ноября вечером у меня отошла пробка. Вы, наверное, знаете, что это такое. В общем-то, это уже говорит о том, что роды скоро наступят. И, в общем-то, в этот вечер 13-го мы возвращались от мамы моей домой, и я уже внутренне готовилась к тому, что, наверное, в ближайшее время я рожу. Этой же ночью у меня начались, я думала, что это схватки, но, как выяснилось потом, это просто матка тонизировала и готовилась. Где-то, наверное, с 2-х или с 3-х часов ночи я стала чувствовать какие-то равномерные сокращения матки. Конечно, интервал между ними был большой, но все-таки они были регулярными. Естественно, спать я уже не могла, потому что, ну, я понимала, что вот он, начинается этот самый главный процесс. Мой муж, кстати, специально взял отпуск, так как у нас были запланированы партнерские роды, чтобы... Я не хотела ехать одна в больницу и так далее, быть, не дай бог, дома одна в этот момент. Я очень боялась этого. И, ну, я мужа решила не будить, ждала. Да, но так как это первая беременность и первые роды, мне казалось, что вот уже промежуток стал совсем небольшой, что вот скоро, наверное, надо уже мне собираться. Я была вся, не то чтобы на нервах, но я была вот в таком возбуждении, что нужно, наверное, уже ехать. Все у меня было собрано, кстати, заранее. Я такой человек, я не люблю делать что-то в последний момент. Все-все у меня уже было заготовлено и приготовлено. Но так как это была ночь, я все-таки думаю, надо дождаться утра. И где-то в 7 часов утра я решила мужа уже разбудить, сказать ему, что какой день на сегодня ждет. В общем-то, мой муж особо не волновался. Он сказал, ну да, если хочешь, если ты считаешь, что уже пора, давай вызовем скорую и, в общем-то, поедем в роддом. Кстати, об эффекте гнездования немножко отвлекусь. У меня этого не было абсолютно. У меня не было, как у многих женщин, перед родами что-то мыть, чистить, собирать. Я чувствовала себя в этом плане абсолютно спокойно. В общем, да, вызвали ему скорую где-то в 7 часов утра. Приехали очень заспанные мужчины. Скажем так, первый раз я вызываю скорую, и на вызов приехали двое парней. Они очень молодых, абсолютно неопытных. То есть они как бы вообще пощупали что-то мне, потрогали, посмотрели мою карту. Ну, когда я сказала, может быть, мне еще рано ехать в роддом, они сказали, нет, если вы уже вызвали, надо ехать и так далее. Ну, надо так надо, мы собрались и поехали. Рожала я для тех, кто живет в Астане в третьем роддоме. Это новый роддом, который находится у нас довольно-таки далеко от самого города. И ехали мы туда, и ехали, скажем так. Схватки у меня были еще не такие болезненные, такие, можно сказать, ну, как я уже сейчас понимаю, слабенькие. Но я их чувствовала. По дороге врачи мои спали, они были в абсолютной отключке. Мы доехали. Пришла я, в общем-то, пришли мы в приемный покой. И далее, вот сейчас будет не очень хорошее, скажем так, не очень хорошее воспоминание. Саня, не санитарка, наверное, медсестра, которая там дежурит, она не хотела меня принимать. В общем-то, она все расспросила у меня, я ей все рассказала, она сказала, ой, ну, девочка моя, надо приезжать тогда, когда ты схватки уже не можешь терпеть. Сейчас ты приехала слишком рано, езжай-ка ты назад. И, в общем, я была в шоке, меня еще никто ничего не посмотрел, и меня отправляют уже назад. Я говорю, нет, вы извините, конечно, но вы не врач, я хочу, чтобы меня посмотрел врач. Спустилась в врач, очень тоже мне не понравилась. Это молодая женщина, очень грубая. Так как меня там смотрели девочки, вот, не знаю, они когда-то, настолько это было неприятно и довольно-таки болезненно, в общем, приговаривала она при этом, что, ну, терпи, тебе же еще рожать, и так что это вообще еще не больно, можно сказать. Посмотрела и сказала, что да, ты как бы рожаешь и родишь сегодня, и уже было небольшое у меня раскрытие, где-то, наверное, на один палец. И, в общем-то, когда я вышла в коридор, чтобы там продолжить какие-то данные записывать, вот эта женщина добрая медсестра сказала, ну что, мы ее назад отправляем? Она говорит, ну, вообще-то нельзя, она уже в родах. В общем-то, мне сказали, что приехать можно было еще на пару-тройку часов позже. И, в принципе, они могли бы меня отправить домой, наверное, если бы у нас на тот момент была машина, мы бы поехали, может быть. Но так как мы добирались, как бы, таким транспортом не своим, то я не захотела ехать туда-сюда, и, в общем, меня положили в отделение, пока для, ну, пока у меня начнутся уже роды, отойдут воды и так далее, и положили ее в отделение для беременных с патологиями, а мужа отправили пока домой, потому как туда его не пустили со мной, сказали, что его пустят только тогда, когда начнутся роды. В общем-то, да, не пустили меня со всеми моими вещами туда, разрешили мне взять самый минимум, там что-то попить, халат, в общем, переодеться и так далее. Я не знаю, зачем это они сделали, когда я уже очутилась в самом отделении, в общем-то, там я сдала анализы, кровь, мочу, в общем-то, положили меня в палату, сказали, поспи, тебе еще есть время, часа два точно. Я как бы не могла спать, я легла, и вот знаете, что меня мучило в последние месяцы беременности, и вот уже в этот момент у меня закладывало сильно нос, то есть не было насморка, просто вот как будто отекали вот эти вот носовые ходы. В общем-то, мне было довольно тяжело дышать, и я боялась, что это состояние сохранится вот до процесса родов, а там дыхание очень важно, вы сами знаете. И я вот позвонила мужу, сказала, обязательно привези мне капли. И, в общем, я не могла спать, ходила там, чуть ли не медитировала, готовилась к тому, что вот скоро моя малышка появится на свет, разговаривала с ней. Много видела женщин, которые вот уже бедненькие, давно лежат в этом отделении, с большими животами, которые ждут, когда уже они наконец-то родят. И, в общем, заступила утром женщина, очень хорошая медсестра, которая проверяла регулярность моих схваток, делали мы КТГ, то есть слушали сердечко малыша. И, в общем, она мне сказала, да, конечно, схватки есть, но это еще очень слабенькие схватки. В общем-то, такими темпами, если они будут идти, ты родишь еще не очень скоро. Естественно, я расстроилась, мне казалось, что уже схватки такие хорошие. То есть я, когда вот лежала, мне замеряли чистоту сердцебиения малыша, малышки моей, мне уже лежать было неудобно. Мне хотелось ходить, потому что так легче. И, в общем-то, я этому удивилась, конечно, и расстроилась. Ну, как же так? Он говорит, ну, это матка тонизирует, это, в общем, еще не схватки, потерпи, подожди. Ну, с малышом все в порядке. И они, кстати, записывали вот именно, то есть я лежала, она ушла, и вот как бы шла схватка. И когда ребеночек во время схватки толкался, мне еще надо было нажимать какую-то там кнопку. В общем, что-то в этом роде, по-моему. Пиналась она, кстати, в этот момент довольно-таки редко, в основном она как-то замерла. Вот, и, в общем-то, я еще ходила, ждала. Что-то, в общем, как-то, да, себя настраивала. И медсестра довольно часто, в общем, проверяла у меня вот это сердцебиение, что-то там проверяла, записывала. Ходила вот к врачу, который дежурный в этот момент был в этом отделении патологий. И, в общем-то, когда последний раз она уже решила замерить мои схватки, посмотреть там регулярность и так далее. И когда она все посмотрела, сказала, нет, ну, еще редко, говорит, еще редко они идут. Ну, в общем, сейчас утром, ты, наверное, к ночи родишь. Мне так стало страшно. Я говорю, ну, неужели так долго? Она говорит, ну, что ж ты хотела, в общем, это первые роды и так далее. Воды, говорит, у тебя еще не отошли, так что не скоро. В общем, поговорили мы с ней, говорит, вставай, иди в палату. Я уже так потихонечку сползаю с кровати, встаю, и тут просто разом с меня выходят, в общем, отходят воды. Просто вот потоком, скажем так. И она сказала, ну, теперь-то уже, конечно, ты скорее родишь. И я обрадовалась, что, слава богу, отошли воды и отошли сами. И она сказала, ну, в общем-то, да, иди переоденься и так далее. Когда я сказала, что у меня нет, собственно говоря, ничего переодеться, мне все собрали, она была в шоке, как так, у тебя должны быть вещи. В общем, я немножко, меня это напрягло. То есть, вы представите себе, я вся мокрая, мне не во что переодеться. В общем, они мне нашли какие-то там пеленки и так далее. Но, в общем, это был момент такой довольно неприятный. И я подумала, что, ну, никакой организации, собственно говоря, нет. Вот. Уже после этого я позвонила мужу, так как меня должны были переводить уже в родовое отделение. И он, собственно говоря, вез мне все мои вещи. И переводили меня, скажем так, не очень быстро, потому что было очень много рожающих женщин. Когда меня перевели уже в родовое отделение, там, конечно, мне стало немножко пострашнее, когда ты все это видишь, слышишь, как женщины ходят, кто-то уже рожает, кто-то родил. Это, конечно, те еще впечатления. В общем-то, в родовое отделение я попала в 12 часов дня уже. И через какое-то время меня уже определили. Привели в палату. Она выглядит, как обычная палата. Обычные довольно-таки кровати, но только вот такие довольно трансформирующиеся. И, в общем-то, позже я уже поняла, что это, оказывается, и был сам родзал. Хотя мне казалось, что это просто обычная палата. В общем-то, довольно она большая. Там висят всякие плакаты, как правильно схватки пережидать, как правильно, в общем-то, какие-то позы принимать в тот момент, когда тебе особенно больно. И, в общем, приехал уже в тот момент мой муж. Муж тоже с этим была проблема. У нас изначально были партнерские роды. Муж давал там анализы, флюорографию и так далее, чтобы попасть. Но так как это была осень, у нее был карантин на тот момент, и его не хотели пускать. Но я была настроена таким образом, что нет, только с ним. Мы с ним изначально об этом договаривались. Я не настаивала над этим, но мне этого, конечно, хотелось. И мой муж согласился. Он, в принципе, сам хотел присутствовать, сам хотел все видеть. Он мне человек, скажем так, не робкого десятка. Он военный. Он тоже кое-что смыслит в медицине и как бы вида крови не боится. Это самое главное. Я вам советую, девочки, партнерские роды, если вы уверены в своем партнере. Если партнер уверен в том, что он действительно вам поможет, а не будет нам мешать. В общем, да, все-таки я уговорила. Я сказала, что у него есть и анализы, что у него, правда, есть и анализы. И все прививки он получает вовремя от гриппа там и так далее. Его все-таки пустили. Скажу так, что с того момента, как у меня начались схватки и как отошли уже воды, я не садилась практически ни разу. То есть мне сразу так настроили. Если хочешь родить быстрее, ходи. Вот будешь лежать, значит затянешь этот процесс. И мы ходили постоянно по коридору, по палате. И все это время мы с ним разговаривали, что-то там смеялись там и так далее. Таким образом, конечно же, время проходит быстрее. То есть вы не в себе находитесь, не в своей скорлупе и как-то отвлекаетесь. Временами, конечно, на меня накатывала. Я где-то там на корточки присаживалась, что-то хваталось там. Дышала, как вот учат по книжкам. И мы шли дальше. Конечно же, я уставала. Мне хотелось уже отдохнуть, полежать. И вот когда мне хотелось отдохнуть, да, вот хотелось как-то прилечь, только кто-то из медперсонала это видел и говорили, ты, конечно, лежи, но вот будь готова к тому, что это затянется еще, наверное, количество времени. И я тут же подскакивала и начинала ходить дальше, потому что очень-очень хочется, чтобы закончилось это быстрее. Что сказать о самих схватках? У каждого из нас есть свой болевой порог, свои какие-то внутренние ощущения и так далее. Я не могу сказать, что мне было как-то колоссально больно в тот момент, когда вот потихоньку, в общем, матка раскрывалась. Да, было неприятно, да, вот хватало как-то вот как в тиски, знаете, вот низ живота, и особенно у меня болела почему-то поясница. И вот просто вот я переждала этот момент, отпускала, и все опять нормально. Но дело в том, что когда схватки усиливаются, то есть схватки становятся более продолжительными по времени, а перерыв между ними небольшой, и вы не успеваете вот отдышаться, отдохнуть, и она опять начинается. В общем-то, да, ходить мне было легче, вот переждать вот именно такими моментами. Я вот когда они уже нарастали, я даже, ну, скажем так, по-маленькому в туалет уже не могла сходить нормально, потому что только я дойду до туалета и приготовлюсь, меня резко схватывает, и мне надо подождать. Ну, честно говоря, мне уже потом под конец ничего не хотелось, в туалет ни по-маленькому, ни по-какому, в общем-то. Вот, кстати, клизму никакую мне не делали, и также никакого вот бритья, в общем, этого места интимного тоже не было. В нашем роддоме этого не делают. Я, естественно, конечно, сама к этому подготовилась, клизму я, конечно, не делала, но, в общем-то, все убрала от волос. И, в общем, где-то, наверное, часов до четырех я ходила-ходила, в общем, терпела это все, и было довольно, так сказать, ну, просто мне это. Но вот уже где-то, когда у меня раскрытие было пальцев на пять, вот этот последний период уже перед самыми родами был самым, конечно, тяжелым, потому что мне не помогали никакие, никакое дыхание, мне не помогали никакие позы. К сожалению, фитбола мячика у нас не было, поэтому я не могу сказать, помог бы он мне он или нет. Единственное, что помогало, муж мне очень сильно разминал поясницу. То есть я в этот момент стояла, вот держалась за кровать, за спинку, а он мне разминал вот это вот место, где очень сильно у меня болела поясница. Он говорил, что он давил так, что вряд ли какой бы мужчина выдержал, а я практически вот этого не чувствовала. Он у меня мужчина не слабый, массажировался все отдачей, но вот мне это вот нужно было. Потом я, когда было больно особенно, я не кричала и лучше этого не делать, потому что, ну, вы тратите на это больше силы. Я старалась как-то, вы не поверите, но я пела там практически песни. То есть я старалась во время вот каких-то болезненных самых ощущений какие-то гласные пропевать, потому что так легче. Может как-то мычать даже, но вот оно как-то легче от этого становится. По крайней мере мне так было. В общем, когда вот уже подходило время, мне казалось, что вот-вот, я уже рожу, мне уже надо рожать. Приходила медсестра, все слушала, смотрела, нет, еще рано, еще рано. И я задергала уже, наверное, бедных этих медсестер, но мне попались очень хорошие девочки-акушерки, которые, ну, как сказать, не грубили мне, не говорили, что терпи, ты что. Они, понимающие, относились ко мне. И, как сказать так, сочувствие накивали моему мужу, типа, как бы, ну, вы уж там поддержите ее, потому что, ну, действительно, еще не так скоро. И вот уже когда наступил момент, когда схватка шла одна за одной, ну, и практически я уже не могла, вот, честно, вот, девочки, я настолько устала от них, не могла это выносить. Я уже, меня посадили на эту кровать на коленке, я держалась за нее. И вот уже просто, знаете, мычала, что вот быстрее, быстрее, мне кажется, я уже не смогу. Ну, вообще, я старалась этого слова себе не говорить, что я не смогу. Я говорила, я смогу, у меня все получится, я все сделаю. Я настраивалась только положительно, но я в тот момент говорила, может, уже сделаем обезболивание, я вот не выдерживаю уже этого. Акушерки в этот момент смеялись, ну, ты что, как бы, уже поздно делать обезболивание, у тебя быстро роды идут. Мне казалось, что уже прошла куча времени, а они говорят, для первых родов это совсем ничего, в общем, ты еще молодец, так что терпи. И когда вот уже они сказали, да, вот уже раскрытие полное, и когда мне сказали, что ты уже можешь потихоньку тужиться стоя, мне разрешили сначала вместе с акушеркой, то есть я стояла, и как только вот начиналась схватка, мне разрешали присесть и тужиться. То есть мне стало, вы просто не представляете, девочки, насколько легче. То есть когда вы тужитесь, уже боли ее фактически и нет. Просто раньше времени тужиться, конечно, вам не разрешат, потому что иначе вы просто порвете все ткани себе. Но уже в какой-то момент прям очень сильно этого хочется. И вот когда вот буквально перед тем, как уже ложиться мне и, собственно говоря, рожать, женщина, которая в схватке у нее были примерно одинаковые со мной в соседнем палате, у нее уже роды начались, и все убежали туда. Я так посмотрела, испугана на мужа, как бы, а вдруг я сейчас начну рожать, а они все там. На что акушерка сказала, нету, она родит быстрее, тебе еще надо подождать. Я закусила губу, жду, когда родит эта женщина. В общем, муж меня там подбадривал по-всякому, говорил, что вот уже осталось совсем чуть-чуть, что самый последний вот уже этап начался. Действительно, быстренько та женщина родила, они опять прибежали ко мне. Все, приготовили все инструменты, все-все-все, это было уже у них на готове. Положили меня на кровать. Удобно там, в принципе, можно упереться и руками, и ногами. Сзади меня поддерживал муж, мне сказали, чтобы он меня вот сзади подталкивал. Врач пришла, вот только в тот момент пришла врач, когда уже мне нужно было тужиться. Сказала моему мужу, не вздумайте падать в обморок, а к нам явно будет не до вас. Собралось довольно много народу, я не знаю, почему. То есть было две акушерки, врач, еще, по-моему, даже кто-то был. И все вот были на готове. Когда я сказала, ну, а что мне, собственно говоря, делать, как мне тужиться, врач засмеялась и сказала, что теперь процессом руководишь ты. И когда начинается схватка, на счет три ты тужишься. То есть раз, два, и на три все силы собираешь и тужишься. Тужишься вниз, в живот, ни в коем случае не в лицо, потому что потом у вас полопаются все сосуды на глазах, на лице, и вы будете красные. И, в общем, эффекта от этого не будет. В общем-то, так мы и стали поступать. То есть начинается схватка, и я тужусь. После каждой схватки ребенок должен проделать определенное количество пути. То есть если вы потужились, и ребенок не продвинулся, это очень плохо, и значит нужно что-то делать уже. В принципе, у меня все схватки были плодотворные. Итак, на чем мы остановились с вами, девочки. В общем, да, все схватки у меня были плодотворными. В целом где-то это продолжалось не очень, честно говоря, долго, девочки. Но мне кажется, максимум минут 15-20. Хотя, честно вам признаюсь, во время процесса рода в Риме оно вообще, как сказать, не ощущается правильно. То есть иногда кажется, что оно идет быстрее, иногда кажется, что оно тянется. Ну и, в общем, думаю, да, где-то минут 15 это все заняло. Но, честно скажу вам, девочки, что уже когда идут схватки, у меня не было никакой боли, у меня не было уже страшно. То есть я понимала, что это заключительный процесс. И, в принципе, сейчас вот уже и должен родиться малыш. Поэтому все силы я направляла на то, чтобы, как сказать, тужиться правильно. И вам я тоже советую обязательно слушаться в этот момент врача, тужиться правильно, чтобы с каждой вашей схваткой ребеночек продвигался все больше и больше к своему рождению. И собрать максимально все свои силы. Честно говоря, я думала, что сил у меня уже к тому моменту не осталось. Но на самом деле силы у меня были, и силы все были направлены на то, чтобы вот уже родить. В общем-то, был такой момент, что когда должна была быть последняя схватка, когда должен родиться ребенок, когда уже показалась головка, у меня не было вот этой схватки, на которой дочь моя должна была родиться. Мы ее довольно долго ждали, врачи уже переглядывались, они уже испугались и думали, что, может быть, ребенка придется доставать каким-то другим путем. Но, слава богу, все прошло нормально. На вот этой последней схватке и родилась моя доченька. Было абсолютно не больно. Я не знаю, как некоторые женщины рассказывают, как там плечи чувствуют, как выходят плечики и так далее. Я не знаю. Честно говоря, просто вот одним движением, одной волной ребенок вышел, вот что-то горячее такое прошло по телу, все, и никакой боли, только огромная радость, огромнейшее облегчение, что вот ребенок родился. Мы закричали с ней, кстати, одновременно, потому что я родила ее, можно сказать, на последнем издыхании, на таком вот крике, что вот все, последние силы из меня ушли. И вот в этот момент она тоже закричала. Сразу ребеночка кладут вам на грудь, то есть, чтобы она была с вами. И после этого моему мужу предложили перерезать пуповину, что он и сделал, в общем-то, да. Конечно же, это самый такой трогательный момент. Дальше врачи уже проделывают какие-то манипуляции, такие, что должна отойти, конечно, плацента, родовое место. Вкалывают вам в ногу укол, стимулирующий схватки, чтобы все это отошло уже быстрее, чтобы женщине не доставляло каких-то особых проблем. Я уже не тужилась, особо схваток не чувствовала. Она как-то вот, знаете, сама вышла немножко, меня на живот надавили, и она вот вся полностью отошла. Это очень важно, чтобы родовое место отошло полностью, потому что если, не дай бог, что-то останется, то это, конечно, вызовет воспалительный процесс и так далее. Вот, в общем-то, да, после этого у меня были небольшие внутренние трещины, ни разрывы, внешних никаких разрывов не было, и внутренних не было, но были небольшие трещины, которые требовали тоже того, чтобы их зашили, в общем-то. Сделали мне тоже обезболивание, зашивали, в общем-то, такими ниточками, которые сами потом рассасываются. Зашивала акушерка. В принципе, сделала на это очень быстро, и боли я девочки особой никакой не почувствовала. В общем-то, в этот момент реально не до этого, во-первых, а во-вторых, просто по сравнению с тем, что вы уже пережили, это просто кажется чем-то незначительным. Просто хотела, чтобы это прошло побыстрее, чтобы, так сказать, не отвлекаться уже больше ни на что. После того, как она закончила, мы остались в палате втроём уже, сидели, в общем-то, вместе. Мне сказали, что через полчаса уже можно дать ребёнку грудь. Эти полчаса мы провели все вместе. Это, конечно, потрясающие, наверное, минуты нашей жизни. Но потом, во-первых, моему мужу сказали, что, во-первых, ужин уже прошёл, а меня нужно покормить, нужно было ехать домой за едой, за питьём. В общем-то, сказали, что в моей палате, возможно, будет прохладно, поэтому нужен был ещё обогреватель. И, в общем, кучу-кучу всяких вещей ещё нужно было привезти. И, в общем-то, мой муж отправился за этим домой. А мы уже с моей доченькой ждали, когда нас переведут в отделение, в общем-то, в акушерское. Так как рожениц очень-очень много было, и мы ждали, когда освободится место. И, в общем-то, через какое-то время пришла медсестра, которая занялась ребёнком. То есть она её обтёрла, она её взвешила, померила. В общем-то, все манипуляции проделала, завязала вот этот пупочек и так далее. Меня тоже медсестра после осмотрела, как отходят вот эти все, так сказать, неприятные вот эти вещи с вас. Я, честно говоря, у меня было ощущение, что я просто истекаю кровью, потому что очень много всего из вас выходит. И вы сами не в состоянии оценить как бы правильность вот этих выделений, их норму, поэтому обязательно это оценивают врачи, медсёстры. То есть мне казалось, я думаю, может, у меня началось, не дай бог, кровотечение, но врач сказал, что всё в порядке, это норма. Вот. В акушерское отделение меня повезли на каталке, на лифте, в общем-то. Ребёночка отдельно уже понесла медсестра в акушерское отделение. Мы там уже с ней встретились в палате, она уже спала в кроватке, когда мы туда, в общем-то, когда меня туда привезли. Сразу хочу сказать, что рожала я, если вы из Астаны, не помню, говорила ли нет, в третьем роддоме. У меня была отдельная палата, то есть это практически даже был отдельный бокс. Вы заходите, как прихожая такая, дверь ведущая в туалет, и в нём же есть душ, и дверь прямо, это вход как бы в саму палату. Мне палата, в принципе, очень понравилась. Единственный минус в том, что я человек такой, не любящий одиночества, и для меня это было немножко муторно, что я совсем-совсем одна. По уровню комфортности всё было неплохо, но была очень неудобная кровать моя. Она была вот именно сделана как каталка, то есть она постоянно ездила, она не стояла ровно на месте, вот это минус. А так, в принципе, всё было неплохо. Сразу пришли две медсестры, они предложили мне, естественно, помыться, потому что, ну, сами понимаете, но, конечно же, опирались на моё состояние, то есть чтобы я чувствовала себя нормально, я встала, в принципе, спокойно с кровати, у меня не кужилась голова. Ну, как бы была, конечно, некоторая слабость, но сами понимаете, и они помогли мне помыться. То есть они меня вдвоём отвели в душ, одна меня поддерживала, чтобы я не упала, не дай бог, в этом душе. Я помылась, мне сразу стало полегче. И, в общем-то, да, после этого я уже переоделась, они ушли, и мне уже к тому моменту привезли еду, я с удовольствием поела, потому что, девочки, вот я как бы не ела на тот момент уже сутки. Кстати, во время схваток можно было пить воду, но у меня почему-то, вот мне воды абсолютно не хотелось, хотя врачи заставляли пей и пей, потому что у меня губы пересыхали до такого состояния, что они аж трескались, но я этого не чувствовала. Так что пейте обязательно воду, девочки. Мне, честно говоря, было не до гигиенички, если вот сейчас вот об этом говорить, я губы ничем не мазала. Вот поэтому я хорошо покушала, очень хочется пить, как сказать, в тот момент, когда начинает вырабатываться вот это вот молоко, молозиво, хочется очень пить. Я пила много, пила чай с молоком больше всего, чёрный, во-первых, я это люблю, во-вторых, это вроде как полезно. Вот. И, в общем-то, да, мой ребёнок в этот момент спал, я поговорила со всеми своими родными, со всеми своими близкими, у меня был такой момент, мне хотелось поделиться. Хотя мне все говорили, отдыхай сейчас, спи, набирайся сил. Мама моя говорила, а я, вот знаете, девочки, я умом понимала, что надо спать, но я была на таком бешеном адреналине, что сон, вот он не шёл абсолютно. То есть я лежала и думала, надо посвать, и я не могла. Вот. Ну, потом, через какое-то время, конечно же, проснулась моя дочка, и уже, честно, было не до сна, потому что она хотела кушать, молока, естественно, ещё не было, было только молозиво, и вот она постоянно меня сосала, приходили врачи, всё проверяли, правильно ли я её прикладываю в груди, и так далее. Вроде всё было правильно, но вот, девочки, от того, что она очень хотела кушать, но ещё, как бы, не было молока, она постоянно сосала, и вот в этот момент, кстати, у меня появились трещины, очень болезненные. Это, вот, честно говоря, двое суток проведённых роддом, и для меня это было самая настоящая депрессия, во-первых, от того, что мне не с кем было приобщаться, во-вторых, что пока я привыкала вот к этой новой роли мамы, не очень удобно было вот это вот всё, как бы, и кровать, и так далее. Не спишь практически. В кроватке мою дочу почему-то не хотела спать, она хотела спать только у меня на руках или рядом со мной. Естественно, в таком положении вы много не поспите, и вот это постоянное сосание, которое уже причиняло мне боль, на самом деле, это было, конечно, очень тяжело. Брала я с собой в роддом бипонтен, мазала именно, девочки, не бипонтен-крем, а лучше бипонтен-мазь, потому что она жирнее, она более питательная и заживляющая, пользовалась. В принципе, она, конечно, помогает, но вот был у меня такой именно в роддоме период, когда было очень больно кормить именно ребёнка. Также, что ещё хочу сказать, сделали, конечно же, сразу прививку нам, в общем-то, да, взяли кровь на генетические заболевания у детей, сразу берут кровь в роддоме у нас. Также проверили слух, обязательно сейчас у детей проверяют слух специальным аппаратом таким, который вставляется в ушки, такие как маленькие наушнички, и передаётся сигнал очень-очень низкой чистоты, который даже не разбудит ребёнка, если он будет спать. Моя дочка, красотная, спала, но прибор именно покажет вот это вот колебание вот этих нервных окончаний каких-то, которые вот позволяют именно ребёнку слышать. Потому как это очень важно, если ребёнок не слышит, важно это выявить на ранних сроках. Вот. В общем-то, у нас всё было нормально в этом плане. На вторые сутки у меня пришло молоко. Вот. В общем-то, я не сразу это поняла. Мне казалось, как его не было, так и нет. Ребёнок у меня постоянно сосёт, сосёт, но не наедается. Когда пришла медсестра, она спросила, у тебя уже появилось молоко? Я говорю, нет. Она говорит, ну, давай я проверю. Надавила, и оттуда хлынуло молоко. Она говорит, ну, как же нет, когда есть. Я говорю, да вроде бы не было до этого. Вот. Ну, из этого у меня, конечно, стало чуть полегче в том плане, что ребёнок стал наедаться и больше спать. Мне стало сложнее, потому что, ну, вы понимаете, вот это ощущение распирания. Те, кто девочке уже рожал, кормил самостоятельно, понимаете это. Врачи говорят, сцеживался после каждого кормления, потому что ребёнок на начальном этапе может всё не высасывать. Я это делала, но, честно, девочки, не сцеживалась сильно. Я просто хорошенько разминала грудь после каждого кормления. И одну, и другую. Потому что, когда вы кормите одной, во второй тоже прибывает, и из неё тоже, кстати, бежит. Когда кормите. У меня так было практически постоянно, пока вот я кормила своего ребёнка. Вот, в общем-то, да. Дальше уже на третьи сутки нас выписали. Я была безмерно счастлива. Просто вот, как сказать, очень-очень хотелось мне домой. Уже неважно, в принципе, как сказать, какая погода, и всё такое. Была очень, кстати, ужасная погода в тот день. Но вот мы и выписались домой. Также вот последнее, что я хочу сказать. Обязательно, перед тем, как вас выпишут из роддома, обязательно всё посмотрят у ребёнка, всё ли в порядке. И обязательно посмотрят, всё ли в порядке у вас. То есть, это ваше выделение. Обязательно посмотрят, всё ли в норме. И, в общем-то, как сказать, осмотрят вашу грудь и так далее. Всё должно приходить в норму. Обязательно матка должна сократиться. То есть, без этого вас никак не выпишут. Ну, в общем-то, да, девочки, на этом я закончу видео. И так получилось очень-очень большое. Я надеюсь, вам было интересно, и вы досмотрели его всё-таки до конца. Большое-большое вам за это спасибо. Дальше будет следующая часть о материнстве. Там я немножко затрону и послеродовую депрессию, и вот первые месяцы жизни ребёнка. Вот. Очень вам рада за то, что вы оставляете мне такие запросы. И увидимся в следующем моём видео. Пока-пока.